на шещанское телевидение ведет премьер-репортаж из сквера отрадная где кандидат от кпрф тесса защитить отрадная тпу мы сейчас заодно узнаешь такой тпу парфенов денис андреевич довольно приятный кандидат здесь надпись какая то есть сейчас подойдем поближе здесь есть легкий дождь вначале я думал что будет заливать но оказалось что нет и сейчас тучки шли вот оттуда со стороны многоконфессионального центра народу больше чем у нас в дворе было вот сам кандидат сам кандидат подсветка есть другие телестанции тоже ведут репортаж флаги активисты здесь также есть будка кино как вы знаете 2016 год объявлен годом кино и это колонка для мими но след за заглянуть внутрь то там можно увидеть детей маленьких детей тро занимается творчеством уважаемые товарищи внимание калинина калина игорь на здесь среди присутствующих подходите пожалуйста и тихонова ольга васильевна я просто надел надел от дождя атака я собаками занимаюсь да я фотографирую собак до две собаки американский кокер спаниель нет взрослые очень взрослые и скоро будут щеночки внутри подходит через несколько дней начинаем наш митинг сегодня все жители района отрадные кто чувствует свою ответственность за будущее нашего района за будущее наших детей и внуков за то чтобы сохранить все то хорошее что у нас на сегодняшний момент имеется пришли сюда на митинг против строительства тпу в районе отрадное против продолжения деятельности трех экологических грязных объектов в виде мусороперерабатывающего завода мусоропрессовочной станции и мусорожигающего завода вот эти самые важные четыре вопроса сегодня мы будем рассматривать и выразим свое к ним отрицательное отношение в гости сегодня к вам приехал депутат московской городской думы зубрилин николай григорьевич это я член комиссии по безопасности по жилищно-коммунальному хозяйству и местному самоправлению также к вам приехал кандидат депутата государственной думы от кпрф парфенов денис андреевич ему 30 лет родился и вырос в северосточном округе наш земляк окончил лучшее российской федерации высшее учебное заведение мгл имени ломоносова работать сектором московского городского комитета коммунистической партии российской федерации также сюда к вам в гости приехал руководитель фракции компартии российской федерации в московской городской думы андрей евгеньевич клычков он находится среди вас и тоже выступит первый важный вопрос это строительство тп в районе это родное вы знаете что это такое это экологически грязный объект это вокзал под открытым небом и если он будет здесь построен мы с вами потеряем центр района отрадной в нашем центре уже ничего практически нельзя строить его можно только облагораживать и поддерживать зеленые насаждения можно кинотеатр как-то модернизировать и мы настаивали и передавали префекту сваву свою просьбу вот у меня депутатов московской думы чтобы там открыли молодежный творческий центр чтобы нашей молодежи было где провести свой досуг и заниматься творчеством но не дать нерадивые чиновники можно сказать недобросовестные чиновники а среди них есть среди них к сожалению коррупционеры которые подвергаются сомнению наше благополучие в районе отрадное и пытаются построить здесь тпу это транспортно-пересадочный узел нам здесь не нужен у нас нет здесь пригородных платформ здесь нету конечных междугородных автобусов и жители района отрадная когда они утром просыпаются и идут на работу они доходят до метро спускаются и едут куда кому нужно а транспортно-пересадочный узел если он будет построен он будет служить не нам он притянет сюда транспортные средства жители подмосковья которые ежедневно приезжают в москву на заработки и вот их машина будут здесь парковаться и отправлять в воздух также они планируют там построить много этажный офисный крупный мощный центр офисный там будут сидеть клерки тысячи их будет и они тоже сюда приедут на машинах и они будут пользоваться центром района отрадное но не мы будет расширен вавилон будет наращено несколько этажей будет изменена система функционирования дорожного транспорта нам это не нужно понимаете если у нас есть инфраструктура она уже отвечает всему и кстати по статистике района управы от родные район уже перенасыщен торговыми предприятиями и магазинами то есть у нас всего достаточно мы можем не выезжая с нашего района купить все что угодно от автомобиля до булки хлеба и расширять вавилон за наш счет мы считаем это контрпродуктивно мы знаем как этот вавилон здесь оказался мы знаем кто его финансировал это бывший проворовавшийся министр атомной энергетики адамов младшая дочь ельцина диченко это они вложили сюда деньги и теперь хотят еще здесь расширить бизнес пусть расширяют но с пользой для людей а если они пытаются расширять бизнес свой в ущерб народу мы должны сказать свое громкое нет согласно нам не нужны в районе отрадные экологические грязные объекты алтурский шоссе дом 33 мусоросжигающий завод был открыт с нарушением закона мусоропереводательная станция на сигнальном проезде открыта была без проведения публичных очерченных слушаний в нарушении закона о местном самоправлении фсс 131 открыта мусоросортировочная станция тут шоссе дом 51 публичные слушания ни в районе алтуфьева ни в районе отрадной не проводились а закон тоже требует проведения публичных слушаний не было это сделано то есть нас постоянно чиновники обманывают и считают что мы будем молчать молчать мы не будем правильно спасибо слой представляется жителю района отрадная мануилу александру витальевичу пожалуйста добрый вечер дорогие соседи ну я про себя скажу в том плане мое отношение тому что творится скажем так давайте в нашем районе она в общем-то окончательно терпение лопнула у меня это было примерно год назад с введением платных парковок значит когда у нас вели вы все знаете вот по санникова улица по качатуряна и по части по по части декабристов митингов на проводили аж целых три два из них кпрф один лдпр собрали массу подписей работала инициативная группа вот они стоят тут вот тоже среди вас писали очень много ездили на все митинги по москве которые были против платных парковок выступали там обращались совет депутатов отрадная с нашими в общем то претензиями к этому ну скажем так злу для спального района конце концов было собрано все-таки три тысячи подписей это дало основание действительно официально все это подать совет депутатов отрадная префектуру и это принесло свои плоды единственном районе северо-восточного округа в нашем отрадном вторая волна расширения платных парковок не коснулась нашего района только одного отрадного совет депутатов проявил гражданскую сознательность и совесть они выдали свое в общем то решение официальное о том не решение обращение к вышестоящим своим там по их ступень не знаю как они называются то что в отрадном платные парковки нецелесообразно вводить по причинам того что их просто не приемлет простые люди это был небольшой но это был успех но что будет например после выборов никто не знает ходит такое мнение бытует то что ждут только как чтобы не дродить гусей то есть нас с вами ждут только их окончания потом на пять лет руки развязаны и они будут действовать как хотят то же самое с переносом осевой подекабристов все все наверное да кто каким-то образом связан с автомобилями наверняка почувствовали всю эту прелесть то что мы сейчас имеем когда теперь из конца в конец отрадного подекабристов можно проехать за 40 там минут вместо положенных пяти инициативная группа опять же засыпала просто дептранс cdd префектуру управу засыпала требования пересмотреть этот перенос отвечали вы знаете ну сначала там отвечали как бы то что все это продиктовано решениями об улучшении дорожной ситуации в районе потом было сказано что да но несмотря на то что мы мы все изучили у вас действительно появилась она стала расти количество дтп и мы конечно же прием решение о переносе обратно осевой но только это было как раз последний ответ весной ранее там в марте но только тогда когда это будет возможно по погодным условиям когда они расчерчивали все это никакие погодные условия не мешали они все расчерчили за одну неделю все было прекрасненько сделано быстро обратно ничего не возвращается то же самое что то же самое с тпу про тпу мы тоже все узнали вот так вот как бы так вот в широком формате мы узнали про то что будет строиться здесь тепло где-то осенью прошлого года опять пошли встречи опять пошли встречи с депутатом в рамках этих встреч собирались подписи насобирали три с половиной тысячи подписей активисты по своим домам инициативная группа на встречах с депутатом на митингах и так далее все было собрано все было подано о том что три с половиной тысячи вот вам подписи подтверждения оригиналы копии и так далее то что жители против не целесообразно провели здесь строить это тпу был проведен московской городской думе круглый стол на эту тему на которой не явились ни заказчик метрополитен не тот кто принимал решение дептранс накатали там двадцать пять листов трактата по причинам того почему здесь нельзя ничего этого строить и нет никакой необходимости можно газета в ответ оболчание спасибо отписки потом нам здесь в марте пробок поставил информационный стенд о будущем тпу как будто ничего не писали как будто все все так и должно быть удовольствием получается так что мы доказываем мы выискиваем всякие возможности им все это обсказать